друзья вы смотрите привет ахмед меня зовут ахмед базеев я заводчики ветеринарный врач и сегодня на примере своего питомца это моя самая первая шиперка его зовут воробушек я расскажу как нужно за собакой ухаживать и какой что должен себя включать повседневный уход за вашим питомцем на самом деле очень важно понимать что каждый день не надо лезть к собаке там обрабатывать уши и там глаза ногти стричь этого на самом деле делать не надо когда вы собака идете гулять или просто играетесь вы смотрите на уши глаза челюсти зубы на предмет каких-то нарушений что может быть выходить из правил если допустим глаза не блестят или собака грустная если допустим насколько сильно образовывается зубной налет на зубах насколько загрязнены ушные раковины дальше вы когда гуляете собакой на прогулке вы смотрите обязательно пространство между подушечками лап потому что очень часто летом есть колоски от травы они впиваются между между фалангами пальцев в подушечке и происходит абсцесса собака хромает если у вас собака начала хромать после прогулки первым делом вы смотрите вот это пространство между пальцами нет ли там этих колосков дальше когда вы каждый собаку гладите играетесь вы щупаете собаку на предмет упитанности худая толстая в идеале когда собака в хорошей форме у нее ребра не прощупывается но с легким жирком когда ребра не прощупываются это потому что собака имеет избыточный вес дальше раз в неделю нужно проводить профилактические процедуры с вашим питомцем это закапывать капли уши капли в уши бывают двух видов они бывают профилактические а бывают лечебные против ушных грибов ушных клещей это доктоза либо грибков и так далее если мы используем капли профилактические сначала мы их закапываем в ухо вот таким таким ну что значит волосатая собака уже даже во рту волосы закапываем две капельки в ухо массируем после этого если это профилактические капли уходовые после того как вы промассировали берете обычный ватный тампон и протираете ухо не надо брать ушные палочки ушные палочки вы можете травмировать само ухо и не нужно глубоко лезть этими палками это травма травма опасно просто тампоном протерли убрали образовавшуюся серу лишнюю и собака сочувствует прекрасно после этого если есть показания вы капаете лечебные капли либо у вас там у собаки диагностирован оттодоктоз либо какие-то другие проблемы отиты выкапать лечебные капли также массируете собаку отпускаете если у нас есть проблемы с глазами лишний раз в глаза собаки лезть не надо поверьте мне если есть конъюнктивит либо какие-то проблемы с глазным яблоком либо с третьим веком и прочие вообще какие-то офтальмологические проблемы вы используете тоже капли либо профилактические уходовые либо лечебные все лечебные капли нужно использовать строго по назначению вашего лечащего врача дальше мы переходим к полости рта очень важно раз в неделю я многие говорят раз в месяц я это делаю раз в неделю вы берете профилактическую зубную пасту если у собаки нету парадонтоза если нету проблем с самими зубами не нужна стоматологическая помощь а просто профилактическая вы берете любую профилактическую зубную пасту для собак она обычно бывает со вкусом курицы как допустим вот это берете всевозможные какие-нибудь зубные щетки специально для собак вот они бывают вот таких видов вот такая бывает вот такая чтобы тут зуб попала его знаете вы его чистите либо вот такая уходовая и вы обрабатываете намазали на челюсть и начинаете легкими движениями обрабатывать зубы как чистить как вот вы сами числе только не надо вот резкими какие-то движениями чтобы не травмировать десну и не делать собаке какие-то болевые ощущения что касаемо зубов вы поняли раз в неделю ну максимум раз в 10 дней вы обрабатываете это есть такой на самом деле народный метод что вернее народный совет что добавляете в рацион собаки там столовую ложку либо чайную здесь от размера собаки натурального томатного сока и не будет меньше будет образовываться налет зубной ну как бы знаете на моем примере это не работает поэтому если какие-то там бабушки рекомендуют но как бы знаете это их история я скажу что это не работает очень много есть всевозможных лакомств которые также по заверению производителей препятствуют образованию налета это конечно имеет место быть но это принципе тоже не работает на самом деле зубной налет хорошо уходит когда собака есть сухой корм спи со специальным сухой корм специальных гранулах знаете но все кармане сделаны по принципу там есть такие маленькие гранулы где они какие-то больше какие-то меньше в зависимости от породы и размеров и когда собака есть эти гранул она и грубо говоря разгрызает то на механически убирает какие-то элементы зубного налета это вот эта история рабочая и она очень крутая поэтому как бы кормите сухим кормом и говорится будет вам счастье дальше вы обработали уши посмотрели глаза обработали зубную полость посмотрели лапы проблем нету дальше очень часто у собака бывают знаете когда маленькие собаки либо взрослые как будто на пятой точке катаются многие говорят о это наверное глисты не не всегда а зачастую это и не глисты это проблема закупорки параноидальных желез вот параноидальные железа они находятся у собаки под хвостом если вы представляете себе циферблат то это грубо говоря будет на на стрелке между 5 часами на 5 часов грубо говоря и на 7 часов вот так находится под хвостом параноидальные железы их нужно периодически чистить очень часто люди по незнанию этого не делают у собаки образуются свищи это когда секрет параноидальных желез он не выходит сам механически потом в этой полости они прорывают происходят свищи и всякие абцессы и очень такая проблемная история требующая хирургического вмесательства в дренаже антибиотиков и так далее как сами эти железы чистятся естественно когда собака на есть хороший корм правильный корм у нее сформированный стул когда стул проходит через задний проход он механически сам давит на эти железы и они сами сама очищаются когда у собаки проблема с пищеварением жидкий стул либо там диарея соответственно не происходит не происходит этого самоочищения и они закупориваются раз в месяц надо проверять эти железы и в ванне вы просто собаку там купаете образно говоря вы надавливаете на них и смотрите выходит секрет или нет если у вас часто происходит закупорка этих желез надо идти к вашим ветеранам врачу и чтобы они уже в клинике их более качественные и лучше чистили потому что в домашних условиях не все это умеют делать достаточно такая процедура филигранная надо не повредить собаке ануса не повредить не сделать ей больно и как говорится знаете не навредить одним словом что касаемо парандали железа вы поняли дальше очень важно смотреть за шерстью вашего питомца вообще шерсть это первый признак здоровья вашей собаки или кошки если шесть блестящий если она на если такая шерсть на пару допустим лакированная такая блестит переливается нету каких-то язвы извизы извлений каких-то нету проплешин все хорошо как только у собаки тусклая шерсть а как только у собаки ломкая шерсть это говорит о том что собаки какие-то проблемы вот сейчас на примере воробушка он на такой достаточно невысочной кондиции в каком плане он час линяет я его буду купать специальным феном компрессором я буду выдувать лишнюю шерсть отмерзшую и он будет такой знаете более такой в более ярком таком качественном виде сейчас немножко у него видно если какая-то бурена есть отмерзшие волосы это процессе ухода это все уйдет он будет в хорошей форме по шерсти вы поняли шерсть и кожа это залог здоровья вашей вашего питомца по поводу кожи она должна быть эластичная не должно быть чтобы знаете когда вы допустим нажимаете на на кожу либо оттягивать и она должна сразу становиться на место быть эластична не должно не должна она быть сухая не должна она быть очень такая знаете мягкой как допустим пергамент либо тонкой в зависимости от породы но в целом здоровая кожа навсегда эластична и как только вы и допустим оттянули и отпустили она принимает свою естественную форму важно всегда смотреть и обращать внимание на это это повторюсь залог здоровья вашего питомца также ежедневный уход включает себя и осмотр против осмотр на предмет клещей и паразитов каждый день когда вы гуляете собакой вы ее осматриваете на предмет клещей даже если вы собаку обработали против против паразитов все равно нужно осматривать к сожалению не все препараты они качественно работают они все препараты дают стопроцентной гарантии что клещ не попадет на вашу собаку поэтому смотрите нужно также знать что здоровая собака она не воняет есть такой легкий специфический запах но нету вони не бывает зловонного запаха как только у вашей собаки есть зловонный запах обязательно проводите мануальный осмотр это могут быть начала отита это может быть проблемы с ротовой полостью стоматиты парадонтозы либо прочие какие-то моменты поэтому смотрите обязательно пытайтесь понюхать вашу собаку легкий запах специфически собаки должен быть особенно если надо намокла или поплавала но зловонного запаха быть не должно и очень важно как только у вас идет зловонный запах у собаки изо рта сразу же обращайтесь к вашему ветеринару на предмет стоматологических проблем и на предмет проблем желудочно-кишечным трактом потому что любой запах изо рта имеет две причины это либо проблема жкт либо проблема зубами очень важно следить за длиной когтей вашего питомца когти нужно стричь либо раз в неделю либо раза в месяц в зависимости от того на ком грунте гуляет ваша собака и зависит от того как они физиологически у нее отрастают и собака допустим гуляет у вас деревне по мягкой земле у нее ноги ногти не будут стачиваться если собака гуляет по асфальту в городе они сами об асфальт стачиваются как мы стрижем ногти нужно понимать ноготь он имеет такую загнутую форму как допустим клюв у орла и вы стрижете именно там где он загинается чтобы не повредить кровеносные сосуды вот так допустим берете воробушек образного стой он не очень эту процедуру любит на самом деле вот просто взяли допустим вот так чуть-чуть но я просто вам покажу чуть-чуть там чикнули он не любит эту историю потому что надо будет держать отрезали если пошла кровь можно использовать вот такие присыпки они бывают абсолютно разных производителей еще что-то можно просто допустим марганцовка если у вас есть немножко прижечь но я люблю эти присыпки вы просто взяли ватной палочкой приложили к месту где пошла кровь и они сразу коагулируют сосуды и кровь останавливается либо обычная дома марганцовка если есть если нет то присыпка одним словом подытожив этот ролик каждый день собаку когда гладите смотрите вы ее щупаете полностью осматриваете глаза уши рот лапы раз в неделю обрабатываете профилактическими каплями ушей раз неделю вы собаки чистите зубы с профилактическими зубными пастами раз в месяц чистите паранодальные железы и поверьте мне проще преда предостеречь проблему либо заболевания чем потом лечить поэтому профилактика это залог здоровья вашего питомца смотрите привет ахмед и быть вам счастья